Ну, поехали! Такими великими словами Юрий Гагарин дал старт изучения космоса во всем мире. В такой памятный день мы отмечаем праздник День космонавтики. Именно поэтому в Астрономической обсерватории Казанского Федерального Университета проходит выставка на тему космоса. Казанский Федеральный Университет является одним из ведущих российских и мировых центров в области астрономии и космической геодезии. Потому День космонавтики для ВУЗа не просто рядовой праздник. К этому событию в Астрономической обсерватории имени Ангельгарда тщательно готовились. В течение всего дня были организованы экскурсии по обсерватории для всех желающих, во время которого можно было увидеть солнечные часы, старинные и современные телескопы. Как отмечают сотрудники, при ясной погоде с помощью телескопа можно увидеть Луну, звезды и планеты. У нас на территории все объекты, которые исторически есть, они включены в охраняемый список ЮНЕСКО. Я хочу стать астрономом, хочу быть, хочу обнаружить звезды, хочу исследовать планеты. Я просто хочу помочь людям в том, в чем они бились с Королевым, в чем им помог Циолковский, и в чем, за что билась команда Мосгирд, за что вся Россия и Советский Союз, в принципе, могли исследовать космос. В 14 часов свою работу начала выставка детских рисунков и поделок «Удивительный мир космоса». Во время ее торжественного открытия состоялось награждение победителей конкурса. Помимо этого, все гости астрономической обсерватории смогли познакомиться с историей развития Казанской астрономической школы. Ключевым стало выступление директор астрономической обсерватории, профессора кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрия Нефедьева. В своей лекции профессор рассказал, как образовалась Вселенная, какие эффекты, связанные с теорией относительности Эйнштейна, наблюдаются в космическом пространстве, а также о том, чем завершится жизнь нашей Вселенной. Надо сказать, этому конкурсу уже очень-очень много лет. Он проводится совместно в музее, в дирекции музеев Казанского университета и Институтом физики астрономической обсерватории имени Ингельгарда. И у нас, я даже не знаю сколько, десятки, сотни посылок, работ, причем из-за границы, из Казахстана, из Узбекистана дети присылают. И вот это придирчивое жюри, которое здесь оценивает все эти работы, скажу честно, для меня вот это очень сложная работа оценить. Мне нравится здесь все. Теория – это стационарное состояние. То есть Вселенная была всегда, и Вселенная всегда и останется вечно. Вторая теория говорит о том, что, в общем-то, Вселенная опять сожмется в точку сингулярности. То есть она расширяется, потом опять сожмется и исчезнет таким образом. И третья теория говорит о том, что она будет вечно расширяться, притом с ускорением, так, с учетом темной энергии. И в конце концов так расширится, что гравитационные силы ослабнут и произойдет большой распад. Отметим, что помимо музеев и выставок в астрономической обсерватории имени Ангельгарда Казанского федерального университета, у всех гостей была возможность посетить планетарий, который оборудован самой современной наблюдательной и проекционной техникой. И ведет образовательную и культурно-просветительскую деятельность в области астрономии, космонавтики и физики. Дебьян Кондаков, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok